Добрый день, уважаемые слушатели! Давайте проверим связь. Слышно меня? Видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Если хорошо слышно и видно. Очень тихо. Я могу сейчас чуть громче. Так, слышнее? Садов добрый. У кого-то уже вечер. Плохо. Сейчас я тогда еще звук включаю громче. Так, лучше? Лучше слышно? Что ж такое? Я включила уже по максимуму. Слышно сейчас? Если у кого-то тихо, ну, проверьте еще звук на ваших устройствах мобильных. Всё хорошо. Рада вас сегодня приветствовать на нашем, ну, таком непростом, да, уроке о семейном бюджете. Постараюсь со всех сторон осветить эту тему именно с точки зрения для педагогов, как лучше работать с этим материалом, потому что здесь тема затрагивает, вы, конечно, понимаете, да, и в анонсе вебинара было, затрагивает именно взаимоотношения с родителями. То есть дети, родители, семья, домохозяйство. Сегодня обо всем этом поговорим. Ну, кратко, да, обо мне уже, я думаю, мы постоянно встречаемся. Те, кто обо мне не знают, кратенькая информация есть и можете зайти. Вот я специально создала доску на прошлом вебинаре эту ссылочку. Вы можете либо по электронной ссылке пройти, электронная ссылочка, вот, либо по QR-коду и попасть на нашу электронную доску. И можете оставить о себе информацию. Я буду только рада. Можете посмотреть, кто там у нас уже есть. Там кратко обо мне информация есть. То есть преподавательский стаж у меня очень большой. Мама семилетней дочки, да, то есть мы изучаем на практике финансовую грамотность с детьми. То есть от детского сада теперь переходим к школе. Коллеги, мог кто-то попасть на доску? Можете потом в презентацию скачать и зайти уже в спокойном режиме. Да, то есть можете в течение вебинара, если кто-то с компьютера, то я думаю, что удобно в течение вебинара зайти. Я буду только рада. Итак, давайте с вами посмотрим на наш план вебинара, что мы хотели сегодня рассмотреть. Что бы я хотела с вами рассмотреть. И такой вопрос, прежде всего. Скажите, пожалуйста, кто-то из вас ведет именно бюджет, то есть в письменном виде? Не интуитивно, как многие из нас любят, а именно в письменном виде, в каких-то программах, в каких-то приложениях. Молодцы. И я думаю, для тех, кто это делает, да, и в первое время, как только начали работать с финансовым планированием, было очень много достаточно интересной информации. Мы об этом сегодня поговорим с вами. Итак, хотелось бы начать все-таки с нормативки, потому что часто именно преподаватели, воспитатели все еще спрашивают, а зачем нам обучать финансовой грамотности? Для чего это нужно? Здесь постаралась кратко, но по максимуму, да, объединить документы. Те, кто был уже на предыдущих вебинарах, вот этот перечень знаете. Я сюда, ну, не стала добавлять еще международное исследование о функциональной грамотности, в том числе финансовой грамотности, тоже сегодня об этом поговорим. Ну, можно сбросить, да, то есть есть уже руководство, я думаю, что если есть сегодня школьные учителя с нами, то они уже в курсе даже график регионов, какие годы, какие регионы попадают под обследование именно международное обследование функциональной грамотности, в том числе финансовой грамотности функциональной. И вот с этой точки зрения я бы хотела вообще сегодня поговорить о финансовом плане или о семейном бюджете. То есть не просто знать основы, да, то есть что это такое, а именно как применять ежедневно. И, ну, кратко, да, по документам, то есть вы знаете, что мы с 2012 года присоединились вот к организации экономического исследования и развития международной, и мы, то есть Россия, да, и проводят мониторинг финансовой грамотности ежегодно. Последние, ну, не совсем ежегодно, да, последние обследования, вот данные открытые, которые есть, это 2018 год. И в 2018 году Россия занимала 9 место по финансовой грамотности вот из 20 стран, которые в этом обследовании участвуют. Ну, не самое плохое место, да, но есть к чему стремиться, то есть повышать грамотность. И за эти годы уже сложилось достаточно, как бы, такое устойчивое направление, и разработаны стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации. И регионы включились в работу. В первую очередь над этим работает Минфин Российской Федерации, Банк России. И созданы за эти годы методические центры по финансовой грамотности, региональные центры по финансовой грамотности. И их работа также включена в план мероприятий по реализации стратегии повышения финансовой грамотности. Разработана дорожная карта. И вот как раз-таки в этой дорожной карте есть мероприятие по включению финансовой грамотности в программы российских образовательных организаций. Причем на всем уровне. От дошкольного образования до высшего образования. Почему так? Потому что финансовая грамотность рассматривается, еще раз повторюсь, не с академических каких-то направлений, а именно с точки зрения обычного человека. То есть как мы можем использовать эти знания о финансовых продуктах, о финансовом рынке, о потребительских своих правах. Именно в повседневной жизни, как мы можем на основании этих знаний принимать ежедневные решения. Выбирать покупки, оформлять кредиты, оформлять карты и так далее. То есть вот с этой точки зрения, именно эта точка зрения называется функциональной грамотностью. Есть более, конечно, точное понятие функциональной грамотности. Но именно с этих позиций рассматриваем финансовую грамотность. И в итоге финансовая грамотность должна привести к повышению благосостояния кого? Ну нас с вами, да, прежде всего, ну и в целом общества. Вот с этих позиций государство включилось в реализацию этой программы, то есть повышение финансовой грамотности. Потому что государству выгодно, чтобы экономика была стабильной, развивалась. А для этого у населения должны быть ресурсы. Для покупок, прежде всего, то есть должна быть покупательная способность граждан. И здесь я также включила федеральные государственные образовательные стандарты. Я думаю, каждый из вас в своей области с ними знаком. Так, и для дошкольных, потому что у нас сегодня не создала вам вопрос, у нас обычно большая часть это дошкольные педагоги дополнительного образования, ну и школьные учителя, библиотекари и вузовские педагоги. Малая часть, да, обычно на вебинарах, но я по практике прошлых вебинаров. Поэтому здесь все образовательные стандарты. И я включила именно для дошкольных примерную образовательную, или так называемую парциальную программу дошкольного образования, то есть именно примерную. И методические рекомендации для педагогических работников, которые разработаны Министерством просвещения. Вот сайт, ссылочка тоже есть. Ну, по финансовой грамотности. Да, мы уже с вами, в принципе, не первый вебинар говорим, что мы должны уметь применять наши знания для наших успешных финансовых решений. Ну, и, соответственно, достигать благосостояния. Хочу напомнить, да, на прошлых вебинарах я говорила уже о этих базовых финансово-экономических понятиях для школьников, для дошкольников и для взрослого населения. Еще раз хочу напомнить, о чем мы, вот с точки зрения, вот теперь темы финансового планирования, семейный бюджет, о чем должны дети знать, да, то есть какое понятие. И вот оно, описание этого понятия, то есть что ребенок должен понимать. И говоря о личном бюджете, то есть он немножечко будет отличаться, мы об этом понятии сегодня сравним семейный бюджет и личный бюджет, то есть ребенок должен понимать отличия, что такое карманные деньги, что такое домашнее хозяйство, какие виды расходов. Ребенок тоже это должен понимать, то есть нужны для ведения домашнего хозяйства. Ну и соответственно, что же такое сбережение. Мы на прошлом вебинаре говорили, что если у ребенка появляется понятие сбережения, то есть он не все деньги свои карманные готов тратить, а он начинает откладывать на какие-то цели, это и есть первый шаг именно к финансовому планированию, то есть постановка финансовой цели. Обратите внимание, в метод-рекомендациях, то есть вот этот перечень базовых понятий взят из метод-рекомендаций для дошкольных педагогов по экономическому воспитанию дошкольников. То есть видите, 5-6 лет. Я бы объединила, конечно, это понятие, потому что психологи все-таки объединяют понятия где-то 6-7 лет, да, больше. И вот для 6-7 лет вот понятия в левой колонке, да, перечислены, то есть потребность, капризы, желания, возможность. То есть психологически и социально ребенок уже адаптирован, и он должен различать вот эти понятия. То есть что такое потребность ежедневная, да, то есть хочу кушать, нужно что-то одеть. А что такое капризы, желания? Ну и ребенок должен, конечно, соотносить, есть ли возможности для того, чтобы все желания выполнить, да, то есть все игрушки. Или это не нужно? То есть вот с этим понятием ребенок подходит уже к школе, да, к начальной школе. И давайте теперь еще с вами вспомним, мы тоже об этом говорили в одном из вебинаров. Это как раз-таки формирование финансовых компетенций педагога, да, и вообще формирование базовых компетенций в области финансовой грамотности для России. То есть Минфином России, Минпросвещением, Министерством образования, то есть науки Банком России и федеральными методическими центрами в соответствии с международными стандартами исследования финансовой грамотности была разработана так называемая система, или ее чаще всего на курсах повышения называют рамкой финансовой компетенственности взрослого населения. Звучит достаточно сложно, ссылочку я вам даю, да, то есть вы это можете посмотреть. Так вот, предметные области финансовой грамотности выделены в рамках 9 направлений. И обратите, пожалуйста, внимание, что у нас доходы, расходы и финансовое планирование, бюджет соответственно находятся в первом, так, перескочила, соответственно находятся вот на первых строчках. То есть мы должны детям говорить о том, что такое доходы, да, то есть мы говорим о том, что это очень широкий спектр перечня доходов. Есть доходы семьи, есть различные источники доходов, виды доходов. Мы можем говорить о структуре доходов, о налогах здесь в этой теме, о финансовой оценке, соотношении потребностей и желаний. О чем говорим в теме финансовое планирование. Соответственно, подходя к этой теме, дети уже понимают, что такое доходы, что такое расходы и умеют планировать, да, то есть ввести свой бюджет. Вот эта рамка компетенции финансовой грамотности расписана по каждому направлению. И по каждому направлению у нас есть табличка, я прошу прощения, не стала копировать чужие таблицы, свою не успела сделать. А я взяла прямо из этой рамки. Табличка у нас, именно компетенции, разбита на предметные области. То есть вы видите слева, вот мы взяли доходы и расходы. Эти предметные области разбиты на три компонента финансовой грамотности. То есть это знание и понимание терминов, да, и основ. Это умение, умение как бы различать умение и поведение. И умение применять в личной жизни, да, то есть личные характеристики и установки. И компетенции финансовой грамотности. Вот сейчас это рамка компетенции школьников. Давайте я вернусь вот сюда, да. Это вот вторая ссылочка, система финансовой компетентности для учащихся школьного возраста. И что они должны к 15 годам, то есть к окончанию 9 класса, вот на этом мы ориентируемся. То есть на вот эту рамку финансовой грамотности. По теме доходы, то есть что должны уметь различать девятиклассники, да, скажем так, к окончанию 9 класса. То есть они на базовом уровне должны понимать, что такое личный доход и доход семьи, это однозначно. Они должны понимать общие принципы управления расходами. А мы дальше с вами об этом поговорим и сами с вами вспомним, что же это такое. А если говорить об умениях, да, в поведении, они должны уметь работать с информацией финансовой. То есть уметь анализировать финансовую информацию, уметь принимать финансовые решения. Я на основе сравнения, да, различных источников информации. И уметь планировать, если мы говорим о расходах, то уметь составлять финансовые цели, финансовые планы. Это вот я уже перехожу к компетенции финансовой грамотности, финансовое планирование, бюджет. А хотя бы на базовом уровне. На продвинутом уровне мы уже говорим о том, что дети, конечно, должны разбираться с темой финансовых инструментов. То есть если у нас недостаточно доходов, а расходы обязательные не погашены, мы сейчас дальше будем об этом говорить, то мы должны уметь, а дети, да, то есть дети должны уметь выбирать финансовые инструменты, анализировать эти финансовые инструменты, ну и знать вообще в целом уже экономическую ситуацию в стране, это вот на продвинутом уровне. На базовом должны хотя бы понимать, что существуют обязательства, если мы говорим о расходах, да, то есть финансовые обязательства, иметь представление о налогах уже, о том, что доходы облагаются налогами, и иметь представление о том, как ведется учет доходов и расходов. И таким образом, когда вы ориентируетесь на вот эту рамку финансовой грамотности или компетенции финансовой грамотности в этой рамке, то вам становится понятнее, как разрабатывать для разного возраста, как разрабатывать программы, да, и в каких рамках вы хотите освещать различные темы. То есть сейчас нет строго нормативных актов и отдельного предмета финансовая грамотность. Да, его, я думаю, что и не будет, потому что все направления, вот курсы повышения по финансовой грамотности, и все ведущие институты развития образования говорят о том, что у учителей есть вариативность, то есть они могут включать различные, скажем так, темы, могут включать в различные курсы, могут это быть внеклассная вообще работа, либо это могут быть, ну, допустим, для начальной школы, куда мы можем включить уроки по финансовой грамотности. Подскажите мне, пожалуйста, есть учителя начальной школы? Какие предметы? Коллеги, вы меня слышите, видите? Обзовитесь, пожалуйста, в чате. Хорошо. Если мы говорим о дошкольном образовании, я опрос не провела, да, то есть кто у нас здесь, кого больше у нас. Если мы говорим о дошкольном образовании, то мы обычно разрабатываем примерную, да, программу экономического воспитания. Я вам ссылочки на программы, да, я вижу, да, что воспитатели в большинстве своем здесь, наверное, присутствуют. Ну, мы потом попозже чуть-чуть опрос. То есть, да, вот отзываются школьные учителя, окружающий мир, да, конечно, в окружающий мир мы можем это внести. А вне классной экономики, вот у кого-то есть в практике, в школе. Спасибо, коллеги, за то, что отзываетесь. И смотрите, когда мы включаем, да, у нас есть еще что там, технологии в первом классе, то тоже можно какую-то там игру, допустим, либо поделки на тему финансовой, там, грамотности, тоже что-то можно включить. Можно включить в детском саду, провести какие-то совместные, допустим, с родителями, образовать какое-то там, не знаю, собрание, да, собрание в виде игры по бюджету. Либо на каком-то утреннике подготовить отдельную программу. Но я вот уже предлагала. Вы вначале видели ссылки на группы. То есть, у меня созданы группы финансово-грамотный педагог. Потом мы к этому вернемся в конце вебинара. Можете добавиться в группу. Там очень много полезной информации уже накопилось. И в одной из бесед с воспитателем по работе именно с родителями, да, то есть я проводила опрос в группе, и те, кто отозвался вот по выборке, работают ли они с родителями. Это касается именно вот все-таки дошкольного образования. Ну и может быть частично начальной школы, первый класс. Дальше, я думаю, что с родителями уже как бы напрямую учителя мало работают. Ну, может быть, кто-то проводит какие-то семейные фестивали, семейные квесты. Тоже можно поучаствовать. Говоря о родителях, допустим, в дошкольном образовании, ну, один из примеров, что мы можем сделать. Мы можем просто провести опрос детей, да, то есть можно видео записать, можно там, не знаю, записать, законспектировать кратко. Ну, такие вопросы детям, что такое деньги, что такое семейный бюджет и так далее, что такое покупки, магазин, там, банк. И у разных детей, да, просто выборочно вот такие ответы узнать. А потом на собрании, либо, может быть, на утреннике, дать родителям понятие, да, и пусть они попытаются угадать, а кто из детей, да, как его ребенок ответил на этот вопрос, смогут они угадать или нет. Ну, это одно из направлений. Говоря о работе, давайте мы сначала сейчас с вами все-таки посмотрим на тему кратко, да, то есть азы финансовой грамотности, я скажу, а дальше я вам ссылочки дам на материалы по финансовой грамотности. То есть, что такое азы финансовой грамотности именно с точки зрения нашей темы, семейного бюджета. А мы знаем, часто встречаем термин домохозяйство. Мы говорим о семейном бюджете, либо мы в экономике есть такой термин домохозяйство. То есть, любая семья считается, в принципе, домохозяйством. Даже если она, ну, не ведет, да, в том понимании, к которому мы привыкли, хозяйство, то есть там, приусадебный участок, фирма и так далее. Просто любая семья – это домохозяйство. И, соответственно, под домохозяйством мы будем понимать семью и других близких в этой семье людей, которые объединены именно общим денежным бюджетом и общим местом проживания. То есть, вот тогда мы будем, можем вести речь о семейном бюджете. Если домохозяйством может быть, в принципе, и один человек, да, по своей сути, он тоже ведет свой бюджет. Ну, тогда этот бюджет будет называться личным финансовым планом. Да, я согласна с Ириной Николаевной, буду иногда отвлекаться на чат, да, чтобы у вас чуть-чуть, что вот обучение ребенка финансовой грамотности, ну, действительно, облегчает. Потому что многие дети до, не знаю, сознательного такого возраста, когда они уже начинают понимать ограничения, они, конечно, могут закатывать истерики. И если в саду, в детском саду такие вот образовательные программы проводятся, это огромный плюс для родителей. Плюс дальше именно уже. А в начальной школе тоже помощь. Потому что детям это интересно, но смотря в какой форме, да, то есть в форме лекции, конечно, не интересно. А чаще всего интересно в форме игр, ну, и различных мероприятий. Итак, давайте с вами договоримся, что любая семья, да, которая ведет общий денежный бюджет и живет в одном месте, да, проживания, это домохозяйство. И у них есть семейный бюджет. Давайте поговорим о доходах. Говоря о доходах семьи, мы можем с вами разделить доходы на регулярные и нерегулярные. Вот скажите, пожалуйста, можно плюсиками, да, не буду сегодня вопросы устраивать, можно плюсиками в чате, пожалуйста. Вот я буду называть доход. Если это регулярный доход, вы ставите плюс. Договорились? Итак, зарплата. Это регулярный доход. Да, отлично. Премия. Если нерегулярный, мы ставим минус. Премия. Премия, правильно, это нерегулярный. Ну, вот у кого-то, вот, вот, прям я за вас очень рада, у кого-то стоят плюсы. То есть, премия, если ежемесячная, она заложена, ну, конечно, это, как бы, радует, да, если есть ежемесячная премия. Но обычно премии там нерегулярные, поэтому это нерегулярный доход. Дальше, смотрите, проценты по вкладам. Как вы думаете, регулярный доход или нерегулярный? Ну, менее делятся, да, я смотрю, делятся. Смотрите, а что такое проценты по вкладам? То есть, еще наше имущество и наши доходы, они могут рассматриваться с других точек зрения, с точек зрения активов и пассивов. То есть, если у нас есть вклад, и он, ну, долгосрочный, то есть, многолетний вклад, да, мы положили под какую-то программу финансовую в банке, допустим, или мы, вот, вообще не вклад, да, а, допустим, мы вложили в ценные бумаги на долгосрочный период, то это наши пассивы, которые приносят нам, вы слышали, наверное, понятие пассивный доход, да, то есть, которые приносят нам такой пассивный доход, который очень хотелось бы отнести к регулярным доходам. По своей сути, ну, чаще всего мы можем отнести к нерегулярным, допустим, почему? То есть, здесь можно спор устроить, потому что все будет зависеть от экономической ситуации в стране. Вот вы надеетесь на этот доход как регулярный, а экономическая ситуация поменялась в стране, и, допустим, во многих странах вообще вклады, проценты по вкладам отрицательные, и у нас, в принципе, близится к этому же, да? То есть, вы, наверное, знаете, что сейчас процент по вкладам, ну, минимум это просто равен инфляции. Максимум он не отбивает инфляцию, то есть, он наши деньги, ну, в номинале только сохраняет, а реальная покупательная способность через несколько лет может и не сохраниться. Поэтому сейчас пытаются искать другие виды пассивного дохода, но там тоже риск. То есть, чем выше процент по вкладу, тем выше уже будет риск. Поэтому к регулярным доходам, ну, я бы как бы, да, минимальные вклады Ирины Николаевны застрахованы в размере 1 400 000 рублей. Да, вот, ну, вот на эту сумму. Ну, и вы в курсе, да, что у нас со следующего года на вклады свыше 1, на доход с вкладов свыше 1 миллиона рублей и будет введен НДФЛ, да, то есть 13% будем платить, если у кого-то эти вклады есть. Именно с не самого вклада, а с дохода у этого вклада свыше 1 миллиона рублей. До миллиона рублей облагаться не будет. Это новшество, вот, я думаю, что вы в курсе, со следующего года вводится. Доходы от сдачи в аренду недвижимости. Тоже можно было бы к регулярным доходам отнести, если бы они поступали, ну, вот, ежемесячно в одних и тех же суммах, да, то есть вы знаете, что это стабильные доходы. Доходы от продажи имущества. Ну, я думаю, что понимаем, да, что это нерегулярные, потому что это какие-то разовые продажи могут быть. Доходы от приусадебных хозяйств тоже нерегулярные, потому что там очень сильная сезонность. И предпринимательская деятельность. Давайте посмотрим на статистику. Так, сейчас, секундочку. Вот, я немножко убегу вперед. Смотрите, говоря о доходах на сегодняшний день, да, ну, здесь последние статистические данные. Вот видите, я вам на Росстат дала ссылку, Федеральная служба государственной статистики. Или Росстат, она, в принципе, так вот на слуху у нас и осталась. Последние данные за второй квартал 2020 года. То есть, вот основная структура денежных доходов населения Российской Федерации. Да, у нас все-таки основным доходом для большинства населения это оплата труда, то есть заработная оплата. И оплата труда, посмотрите, по сравнению с 2018 и 2019 годом, во втором квартале 2020 года увеличился этот доход. И, как бы, это, ну, компенсация, да, это в среднем по больнице, да, вы понимаете, что это статистика, что здесь отражены общие средние по стране данные. У нас снизились доходы от предпринимательской деятельности в связи с кризисом, да, многие предприниматели, доходы пострадали предпринимателям. Многие вообще, очень много предпринимателей закрыло свою деятельность. Но у нас увеличились социальные выплаты. Ну, вы в курсе, да, что у нас есть план социальных выплат, поддержки населения, поддержки малого бизнеса. Это отдельная даже тема. Ссылочки я давала в группе у нас, финансово-грамотный педагог. Летом я там небольшой обзор делала. А доходы от собственности, ну, видите, что примерно вот эта сдача в аренду, да, то есть, которая приносящая доход собственности, ну, примерно на одном и том же уровне. Когда вы войдете в презентацию, у меня сейчас она неактивная, вы вот на этой диаграммке увидите процентные соотношения, там будут активные. Ну, и прочие денежные поступления могут быть различные. Итак, говоря о доходах, мы должны понимать, да, то есть, уметь анализировать основную структуру наших доходов. То есть, во-первых, знать источники наших доходов. И понятно, что таких источников у нас может быть немного, поэтому доходы собрать, я думаю, каждый из нас умеет быстро. Да, то есть, это, ну, к сожалению, да, может быть для многих. Ну, и, соответственно, мы должны пытаться изучать, а какие же у нас могут быть дополнительные источники доходов, разрешенные законодательно, да, мы об этом можем тоже немножко поговорить. Итак, понятие доходов. Разобрались. То есть, к регулярным мы относим то, что ежемесячно примерно в одно и то же время и примерно в одном и том же размере, да, к нам поступает. Это может быть зарплата, это могут быть пенсии, это могут быть в зависимости от состава семьи, это может быть стипендия, если у нас есть там студенты, допустим. Это могут быть социальные какие-то выплаты, ну, допустим, это там различные пособия на детей, допустим. То есть, это тоже можно отнести к регулярным, если мы получаем их регулярно. Ну, вот, а премии и процентные доходы, ну, условно скажем, да, то есть регулярные процентные доходы, если у вас долгосрочные вклады и долгосрочная аренда, тогда можно отнести к регулярным, то есть вы закладываете в свой бюджет эти данные регулярные. Идем дальше. Расходы. Вот здесь уже чуть-чуть сложнее, то есть к расходам мы относимся с вами как? Ну, вот здесь мне, в принципе, вы ответили, и я рада, что многие из вас ведут финансовый план, то есть говоря о расходах, это наши нужды. Но нужды у нас могут быть какие? Могут быть обязательные, да, или постоянные нужды, без которых мы просто не сможем с вами жить. Это что у нас? Это питание, это содержание нашего жилья, ну, неважно, это будет арендная у вас плата, если не собственное жилье, либо собственное жилье, это значит коммунальные платежи, в любом случае нужно платить. Это телефон и средства связи, если у нас с вами они есть, а раз вы присутствуете на вебинарах, значит они у нас есть, и эти расходы тоже есть. Это одежда, да, транспортные расходы, как общественные, так и личные, то есть мы все должны учитывать. Это обучение, если у вас есть дети, либо у вас собственное обучение, и вы ставите какие-то цели, да, ну, то есть это обязательно, допустим, у вас расходы. Если кто-то учится, если вы ставите просто финансовые цели, вы можете эти расходы как бы учитывать в вашем финансовом плане, то есть откладывать деньги на обучение. Занятия спортом, отдых, путешествия, развлечения, ну вот к обязательным я бы еще все-таки включила медицинское обслуживание, какие-то суммы денег, в любом случае, дай бог всем здоровья, но в любом случае на медицинское обслуживание, как бы у нас какие-то траты есть, да, те же там посещение аптеки, ну, не знаю, все равно мы что-то какие-то минимальные. Сейчас у нас расходы на что еще в связи с пандемией? Маски, да, то есть обеззараживающие какие-то средства, по-любому у нас какие-то деньги в этом плане уходят. Когда мы говорим о финансовом плане, мы говорим о том, что мы составляем план доходов и расходов, то есть мы находим все источники доходов, анализируем их, да, и оцениваем. То есть и мы планируем наши расходы. И когда мы составили этот финансовый план, он должен быть сбалансированным, то есть финансовый семейный бюджет сбалансированным считается, когда ваши доходы превышают ваши расходы и у вас остаются деньги на сбережения, да, то есть, ну, или я вот в кавычках здесь постановка финансовых целей. То есть вообще любой финансовый план лучше начинать с постановки все-таки финансовых целей. И когда цель финансовая у вас стоит, ну, допустим, вам нужно, ну, не знаю, вы хотите обновить, ну, телефон, да, допустим, возьмем. Или вам нужно ребенку купить телефон, и вы уже принимаете решение. Вы можете сейчас, допустим, купить телефон, там, в пределах, ну, я не знаю, трех тысяч рублей, да, но это сейчас. Но там будет минимум каких-то функций. Либо, допустим, вы, обсуждая это с ребенком, да, то есть самое главное, что еще в семейном бюджете нужно учесть интересы всех членов семьи. Это самое важное, да, и финансовые цели всех членов семьи при принятии решения именно при планировании расходов. И говоря о финансовой цели, ну, допустим, вы хотите телефон, он стоит там 10, ну, более-менее нормальный, да, то есть по функциональным характеристикам. Телефон стоит там 10 тысяч рублей. Вот ребенок хочет такой телефон. Это финансовая цель. У вас сейчас таких денег нет. Что мы делаем? Мы говорим, да, о том, что, вот, посмотрите, ежегодные расходы еще здесь, ну, это прибыль. Пример, да, это планирование доходов и расходов, как один из примеров таблички. То есть вы ставите такую финансовую цель, а вы должны к ней идти, да, то есть вы должны откладывать деньги. Так вот, введение бюджета, я примеры сейчас показываю, я вам там ссылочки дальше, в презентации, кто скачал, уже видите эти ссылки. То есть планировать бюджет можно абсолютно по-разному. Но самое главное, что нужно один раз, да, сесть и попытаться проанализировать все свои расходы. И я думаю, что те, кто еще не ведет бюджет, они для себя откроют очень много нового. Статистика, вот исследование, допустим, национального агентства финансовых исследований говорит о том, что более трети россиян, а это почти 35%, еще до пандемии, это было еще в начале года, сталкиваются с финансовыми трудностями. То есть не проблемы со здоровьем, не проблемы на работе, а именно финансовые проблемы. Это еще до пандемии. Сейчас, наверное, еще выше этот процент. Так вот, чтобы такой процент был меньше, нам все-таки важно анализировать свои расходы. И этому обучать детей. То есть и ставить приоритеты в расходах. То есть есть расходы обязательные текущие, а есть расходы сезонные. Мы об этом тоже поговорим. Давайте вернемся к нашей еще табличке расходов. То есть текущие расходы, вот здесь мы не говорили об обязательных. А есть расходы периодические, а есть внеплановые, то есть непредвиденные расходы. Есть еще один вид расходов, которые бьют по нашему бюджету. Вот именно для того, чтобы таких расходов было, чтобы у нас была финансовая подушка, мы должны планировать и точно представлять структуру наших расходов. Ну здесь пример ежемесячных расходов, который можно... У каждой семьи он будет примерно, структура примерно одинакова. Плюс-минус различаться будут уже внутри расходов. То есть какая одежда, какая обувь, какая мебель и так далее. И закладывается ли это вообще в эти рамки. И вот финансовые цели, видите, в этом расходе, ежегодные расходы в виде финансовых целей. То есть обязательно отпуск, страхование. Ну и в данном случае, как пример, клубная карта в спортивный клуб. У каждой семьи свои финансовые цели. И эти цели, они меняются. Но обычно, в любом случае, долгосрочные цели какие у любых людей. Если это вложение в здоровье, то есть это обязательный все-таки отдых. Это если нет жилья, приобретение жилья. Такие долгосрочные цели. Обучение детей. Ну и создание, если мы говорим уже о взрослом населении, особенно население 40-45+, это все-таки уже создание себе подушки пенсии. То есть задумывание о пенсионном страховании, о пенсии. Но задумываться лучше раньше. То есть лучше 30 и даже 25 можно задумываться. Но, к сожалению, у нас таких глобальных стабильных программ очень мало. Но это тоже... Но в принципе есть. Можно пытаться создать себе пенсию уже сегодня. Не дожидаясь социальной пенсии. Так. Говоря о примере бюджета. Ну, допустим, мы с вами сказали, что у нас семейный бюджет это все члены семьи. Но в данном случае пример семьи, муж, жена. И у них есть другие источники еще дохода. Возможно, там сдача имущества в аренду. И есть расходы обязательные. Вот смотрите, пример плана, допустим, на август. Когда вот таким образом, несколько месяцев мы собираем свои расходы, то мы уже примерно знаем, сколько у нас... Посмотрите, в этой семье обязательные расходы составляют 52% на август. Процент плана, структура имеется в виду этих расходов. А процент выполнения плана, да, то есть вот вы видите факт. У нас почему нужен факт, да, план-фактный анализ, так называемый? Потому что просто план, он так и останется планом, а не инструментом управления, если вы не будете сравнивать, а что же у вас получилось. То есть вы планировали, почему мы говорим о семейном бюджете, как о финансовом плане. Потому что мы планируем наши расходы, исходя из предыдущих периодов, примерно мы знаем, да, сколько мы тратим на продукты, на транспорт, на развлечения, ну и так далее. То есть все эти расходы, если мы запланировали, а потом сравнили, что же получилось у нас по факту. Это достаточно трудоемкий процесс, это именно записывание ежедневное, да, вот такой бюджет, если составлять, это ежедневное фиксирование ваших расходов. Фитансы сохраняете или просто, можно просто перечень расходов за день записывать, да, вот там в магазине, сколько потратил. В целом, да, на продукты, сколько денег ушло, сколько ушло транспортных расходов и так далее, собирая это все за месяц, вы можете контролировать, да, и вот если проанализировать бюджет данной семьи, то у них превышенные расходы практически в два раза, видите, на автомобиль. И вот такие расходы, когда они превышаются, называются непредвиденными. Ну, возможно, что-то пришлось купить для автомобиля, может быть, сломалась какая-то деталь и так далее. Цифры, конечно, условные здесь приведены. Забота о себе, да, то есть вот здесь на этих расходах, ну, думаю, женщины меня поймут, что это очень важные расходы, то есть когда создание именно эмоционального фона и экономить на этих расходах можно, но нежелательно, да, то есть потому что показываем пример и детям, и это именно создание, ну, такого маленького счастья. И на одном из сайтов я в группе сбрасывала ссылку, а есть, сейчас не смогу вам ее дать, ну, если вы добавитесь в группу, я продублирую эти ссылки еще раз. Это тестирование, создание финансовой цели, да, как достичь финансовой цели, там, допустим, накопить на отпуск. Это в виде игры. На сайте, кажется, финансовая культура все-таки есть эти данные. Данные, и вот именно там расходы на удовольствие, они должны быть, потому что этот герой начинает страдать, и не нужен уже ни отпуск, ничего, то есть вы не достигаете цели. Поэтому еще раз говорю, что вот, ну, расходы, так называемая забота о себе, это может быть просто тренировки, там, не знаю, покупка книги и так далее, в зависимости, что здесь закладывается в каждой семье. Расходы на образование, посмотрите, видите, были заложены с нулем, но пришлось потратить деньги, ну, и так далее, разное, в принципе, здесь была даже экономия. Итого, доходы и расходы считаются, и считается остаток вот предыдущего месяца, но у этой семьи, в принципе, все очень даже неплохо, да, то есть у них остаток все время положительный. То есть вот эти деньги, они могут накапливать на какие-то свои долгосрочные цели. А мы видели, что можно, допустим, на отпуск, на обучение, ну, либо, может быть, на покупку каких-то дорогостоящих вещей. То есть вот с такой позиции, когда мы анализируем детально, это очень сложно. Мы можем таблички создавать в Excel, можем с вами использовать различные программные продукты, финансовые приложения. Ну, вот здесь, если вы пройдете по ссылочкам, вот по третьей ссылочке, здесь просто приведены все финансовые калькуляторы, и один из первых – это калькулятор накопления. Ну, вот попробуйте просто зайти и посмотреть, как вам нужно накопить деньги, да, с учетом, калькуляторы разработаны, чего? С учетом, естественно, инфляции. То есть мы должны смотреть, что телефон, который мы сегодня хотим купить за 10, сегодня стоит 10 тысяч рублей, а когда мы его пойдем покупать, он может стоить уже дороже. Поэтому копить деньги, да, то есть вот на финансовые цели нужно с учетом инфляции. Так, идем дальше. Теперь ответим на вопрос, как работать с детьми, да, вот с этими темами. Я вам, ну, чуть-чуть только, да, такой базовый уровень. Еще как можно вести бюджет, ну, очень кратко. Допустим, если вы не хотите заморачиваться с табличками, не хотите вести таблички, можно просто посчитать свои доходы, отнять обязательные расходы, ну, то есть вы их ежемесячно знаете, там, коммунальное питание и так далее, и остальную сумму денег просто разделить на несколько частей. Желательно разложить в конверты, если это наличные деньги. Если нет, может быть, даже хранить на разных картах и, ну, как бы их откладывать. Ну, то есть один из советов, чтобы не тратить денег больше, чем вам это нужно, это откладывать деньги, ну, еженедельно, да, то есть минимум заложить себе лимиты траты денег в неделю и больше этот лимит не превышать. Это тоже один из вариантов семейного бюджета, то есть вы четко знаете, какие у вас доходы, отняли все обязательные, все обязательные расходы, без которых вы, ну, просто жить не сможет семья, и оставшиеся деньги разделили на несколько недель и не превышаете эти лимиты. Это тоже один из вариантов, ну, так называемый, там, 5 конвертов, 3 конверта есть, ну, и так далее. То есть здесь могут быть различные варианты, если не хотите делить, то есть не хотите вот так досконально учитывать. Если вы ведете, то есть если у вас все деньги на картах, то, в принципе, в онлайн-банке ваши расходы уже за вас проанализировали. Я думаю, что вы этот способ знаете, и дети этот способ тоже с ним знакомятся. То есть, но лучше всего, когда вы создаете, ну, допустим, обязательные расходы и еще один конвертик, он вообще неприкосновенный, это ваше накопление. Как же работать с детьми? Говоря о дошкольном образовании, да, все вы знаете в ГОСДО и знаете, какие области, образовательные области мы должны сформировать. Говоря об этом, мы можем применять технологии. Но чаще всего, да, вот я уже об этом говорила, то есть это игры, это беседы, может быть экскурсии. Вот недавно Банк России онлайн-экскурсию проводил, день открытой двери. Могут быть различные мастерские, то есть знакомство с профессиями. Можно создать вот один из вариантов. Мне очень понравилась программа одного из дошкольных учреждений. Ссылочку, вот там в источниках литературы, эта ссылочка будет на эту программу, где педагог организует именно работу с родителями в виде встречи, возможно на родительском собрании. И они проводят игру, то есть делятся как бы на семьи и разбирают, что такое доходы. То есть они берут такой сундук, это называют семейным бюджетом. Сначала туда складывают карточки доходов, то есть кто в семьях есть, там мама, папа, бабушка, дедушка. Если мама, то зарплата, папа тоже зарплата, бабушка с дедушкой пенсии. Если есть старший брат или сестра, то может быть студенты. Да, вот я как раз про дошкольных педагогов, Елена Валерьевна, пытаюсь объяснить. Хорошо, спасибо за вопрос. То есть мы говорим о том, что в виде этой игры дети достают карточки, то есть они вообще знакомятся с доходами, какие доходы есть у этой семьи. Дальше, когда они сложили и собрали доходы, начинаем пытаться знакомить детей с расходами. И есть тоже различные карточки с расходами, где расходы у нас могут быть разные. То есть вы можете на карточках нарисовать или написать абсолютно разные расходы и пытаться пусть дети с семьями. То есть может самостоятельно такую игру провести не обязательно с родителями. Можно это просто детей поделить на группы, и каждая группа там семья. И попытаться с ними поиграть в такую игру. А можно вообще одной группой с детьми поиграть. То есть перечень доходов, расходов. Если мы говорим о бюджете, то есть познакомим детей с такими понятиями. Вот расходы, то есть питание, то есть продукты, игрушки, не знаю там что, велосипеды и так далее. Вот пусть дети попытаются составить перечень расходов. Ну и соответственно уже вы как педагог попытаетесь объяснить, были они правы или нет. То есть очень важно вот это последнее обсуждение, рефлексия, да, то есть почему ребенок считает, что это так, что так правильно. А вы рассказываете, почему переубеждаете, да, что допустим игрушки мы не включаем в обязательные расходы, потому что это не расходы первой необходимости. Ну то есть вот такое понимание детей. Программу ссылку я вам сбрасываю, там очень интересно. Это программа с точки зрения там и пословицы, и поговорки, и стихи, и так далее. То есть ну вот такая творческая программа. Например, программы в ссылочках в конце, там есть у вас в источниках. Это что касается дошкольного, да, то есть различные игры, беседы, ссылочки на эти программы я вам привела в источниках литературы. Когда мы говорим уже о начальной школе и дальше, я бы все-таки вас еще раз вернула именно к международной программе по оценке образовательных достижений учащихся. И главный вопрос, насколько дети, которые заканчивают 9 класс, да, то есть они выходят уже в принципе частично во взрослую жизнь, потому что не все идут в 10-11 класс, многие идут уже в училище, то есть они уже готовы к самостоятельной жизни, к получению профессии. Так вот, как они будут адаптироваться, использовать эту финансовую информацию. И я бы вас все-таки направила, да, то есть в центр оценки качества. И посмотрите, пожалуйста, у нас международная вот эта программа по оценке образовательных достижений, она состоит все-таки из трех, то есть компонентов. Точно так же вот в соответствии с ней разработана и рамка финансовых компетенций, то, о чем мы говорили. То есть, ну, допустим, по теме планирования и управления финансами. Мы познакомились, да, с доходами, расходами, поняли, что нужно ставить финансовые цели, анализировать доходы и оценивать, и планировать расходы, их ограничивать. И вот все это, это анализ информации в финансовом контексте, да, то есть мы можем уже, то есть дети должны уже уметь анализировать информацию, ну и, соответственно, применять ее дома, с семьей, да, то есть в своей жизни. Вот по этой ссылочке, если вы пройдете, вы увидите там перечень примерных заданий. Теперь ссылки. Ссылки на примеры уроков игр, это частично ссылки. Но я вам сейчас попробую найти, да, быстро ссылочку на нашу онлайн-доску, я там сбрасывала, там именно для дошкольных педагогов. Ну, пройдете, еще раз посмотрите онлайн-доску под лет, там, в принципе, очень много ссылок именно вообще по теме денег, в том числе и семейный бюджет. Здесь я попыталась, ну, так, выборочно. Смотрите, если вы пройдете в банк методических разработок Центра высшей школы экономики, Центра финансовой грамотности, там вы найдете именно для школьников. Ну, частично что-то можно использовать и для дошкольников. Посмотрите, пожалуйста, там неплохая есть разработка по теме семейный бюджет, пример теремка. То есть игра в теремок и как они формировали там семейный бюджет, зарплата всех жителей теремка, какие у них расходы были. Ну, вот достаточно такая неплохая идея. Очень много методических материалов. Смотрите, я сбрасываю вот это для дошкольников парциальная программа. И там есть методические материалы и раздаточные материалы, проведение открытых уроков по теме финансовый план. Если школьники, то сейчас, ну, еще раз рекомендую посетите группы. Можете не добавляться, просто поизучать материалы. Это группы пока у меня открытые финансово-грамотные педагоги. Сейчас сбросил ссылки в чат. То есть там очень много ссылок на материалы, программы для дошкольников, школьников. И вот проводят открытые уроки Банк России сейчас, если вы пойдете, расписание. Для учителей, да, и для дошкольных, я бы тоже, что еще рекомендовала. Смотрите, вы можете сейчас присоединиться, особенно это школьные педагоги, учителя. Я бы его за с кем порекомендовала. Я с удовольствием, например, прошла тестирование на сайте Яндекса. Они запустили финансовый марафон по функциональной грамотности. В том числе там есть раздел по финансовой грамотности. И давайте просто бегло, да, я вижу, что мы уже все лимиты времени превысили. А я сейчас открою документ, где я вот тут загрузила. Это пример заданий по бюджету. Так. Сейчас увеличу. Видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Как составляли семейный бюджет? Это можно... Вообще это задание по функциональной финансовой грамотности, из открытого банка заданий по исследованию ПИЗа 2018 года. Но это переработанные задания, потому что тех заданий очень мало. Это переработанные задания. Вот смотрите. Список обязательных расходов детей. Можно это начинать с начальной школы, да, то есть пытаться детей приучать, чтобы они умели работать с расходами. Можно с дошкольников, да, то есть здесь как бы упрощенные в принципе. То есть здесь даже не на расчеты идет. То есть даже дошкольники, даже если еще не умеют считать, они могут по смыслу эти расходы уже выделять. И вот что из расходов, да, получилось у Кати и у Кирилла. Основные расходы, да, то есть они попытались выделить основные расходы, обязательные расходы. И ребенку, пятикласснику, задается вопрос. Вы изучаете уже эти списки, да, и есть ли здесь необязательные расходы? Вот, по вашему мнению, какой пункт у Кати необязательных расходов? И какой пункт у Кирилла по необязательным расходам? Можете в чатик добавить циферку. Еще вас немножко задержу. Да, билеты на выставку, да, то есть Катя все-таки включила в обязательный. Очень уж ей хочется, чтобы билеты на выставку были включены. А у Кирилла, вот видите, четвертый пункт, да, расходы на посещение кафе с друзьями. Это необязательный вид расходов. Дальше вопрос. То есть, вот это задание, это задание именно на умение работать с финансовой информацией, то есть анализировать расходы. Дальше, второй пункт. Что из обязательных расходов Катя забыла включить в свой список? Кирилл включил, а Катя нет. То есть, это опять-таки работа, да, с информацией, то есть проанализировать и посмотреть, а что же забыла Катя включить и записать эти номера расходов. То есть, это задание на исследование. Идем дальше. Так, почему-то не открывается у меня. Дальше список. Ну, ладно, я у себя можно открою. Не знаю, почему там страничка это не открывается. Дальше задание идет. Смотрите, какие советы нужно учесть при составлении семейственного бюджета? Ну, вот, давайте я вам парочку вопросов сейчас задам из этого задания. А вы поставите плюс, если верно, и минус, если неверно. Итак, первый совет. Составлять бюджет можно не каждый месяц. Правильно или нет? Ау, или все уже ждут сертификаты? Неправильно, да, потому что бюджет составляется ежемесячно. А, вот появилась, загрузилась эта страничка. Верно или неверно? Сейчас я вам чуть-чуть вот так подвину. Вот он. Дальше. Важно услышать предложение каждого члена семьи, потому что иначе можно упустить что-то важное. Как бы вы ответили? Да, верно. Да, то есть, мы уже с вами об этом говорили, что интересы всех членов семьи должны соблюдаться. А, третий вопрос. Важно ли видеть, какие расходы являются обязательными, а какие желательные? Ну, конечно, важно, да, согласна с вами. И еще один вопрос. Из всех желательных расходов, в первую очередь, надо выделять деньги на то, что просят дети. Такой вопрос с закавычкой, потому что это, ну, все-таки вопрос для детей, да, правильно, Ирина Николаевна, это, конечно, неверно. То есть, дети должны здесь поставить вот-вот сюда галочку. То есть, посмотрите, пожалуйста, это умение применять те знания, которых, о которых мы говорили, да, доходы, расходы, именно уже на практике. То есть, вот это анализ. И есть еще одно, еще задание, то есть, очень кратко нужно дать ответ, почему, прежде чем планировать другие расходы, необходимо составить список обязательных расходов. Это вопрос для ученика пятого класса. Ну, я думаю, что, к сожалению, и не все взрослые, да, могут вот-вот-вот-вот так ответить сходу и дать развернутый ответ. А, ссылочку, ссылочку на этот сайт. Сейчас я вам сброшу. Так, исследование-то я вам сбрасывала. Очень быстро хотелось бы сбросить. Сейчас вот так я вам сброшу на этот сайт. Давайте я вам в чатик сброшу. Это Институт развития образования. Так, вот откуда я взяла эти задания. Вот я вам сбрасываю ссылочку. Открывается должно. Да, открыт. Характеристика и система оценивания этих заданий. и я вам могу еще один чатик на банк открытых заданий. Так, сейчас я вам прямо ссылочку, где можно взять это для учителей начальной школы, где можно взять эти задания. Так, вот здесь все виды заданий находятся здесь, вот типа 5, 6, 7, 8, 9 классы. именно вот в разделе это Институт стратегии развития образования Российской Академии Образования. И они именно разрабатывают, не все задания вывешены, но они разрабатывают и вывешивают задания для того, чтобы уметь решать задания по международному исследованию в ПИЗа. Так, вернемся к нашему вебинару. еще здесь у меня есть ссылка дальше на методические разработки и ссылки на источники литературы, которые я использовала. Ну вот, в принципе, кратко, если очень кратко, это, наверное, все. Если вы хотите на эту тему развиваться и там отслеживать информацию и так далее, я вас приглашаю в свои группы, ВКонтакте у меня группа и в Фейсбуке они идентичны, просто кому в какой сети удобно. Можете присоединяться, группы открытые, я там просто веду как консультант-методист Центра финансовой грамотности, просто веду свои проекты, социальные проекты в этих группах, то есть абсолютно бесплатно, абсолютно открыто размещаю информацию, все, что нахожу. Спасибо вам огромное за то, что были на вебинаре и если есть вопросы, пожалуйста, давайте я слушаю. Да, Ирина Николаевна, вам тоже спасибо. Так, ну на вкладке вопросов не вижу, те, которые были по ходу вебинара я пыталась отвечать. Есть какие-то еще вопросы, коллеги? Тогда благодарю вас за внимание, жду на следующих вебинарах, ну и я разрабатываю курс о повышении финансовой грамотности, ну думаю, что в ближайшее время анонс тоже вывешу. Спасибо огромное, всем финансового здоровья, благополучия, ну и физического и психического здоровья тоже в наше такое не совсем простое время, но я думаю, что все будет хорошо, главное позитивный настрой, самосовершенствование, самообразование, всего доброго, до свидания, до новых встреч. до новых встреч. Продолжение следует...